Да, всем здравствуйте, меня должно быть слышно и видно. Ага, замечательно. Значит, мы сегодня с вами продолжаем заниматься физикой, а именно мы в прошлый раз с вами, по-моему, закончили на том, что называлось основные постулаты молекулярно-кинетической теории, и мы вроде как начали разбираться в том, что все тела состоят из атомов-молекул, эти атомы и молекулы при этом находятся в непрерывном хаотическом движении, и вот это два важных слова, в непрерывном и хаотическом. И, собственно, макроскопические свойства тел, их взаимодействуют друг с другом и так далее, определяются исключительно микроскопическими свойствами этих самых атомов-молекул, этих самых маленьких частиц. Так, значит, да, домашняя... Дома вам надо было уложить в голове постулаты молекулярно-кинетической теории, и вроде бы все. Значит, сегодня мы продолжаем заниматься тепловыми явлениями. И уже будем более подробно связывать постулаты МКТ молекулярно-кинетической теории с макроскопическими характеристиками, с температурой, давлением и объемом. Значит, ну давайте для начала, чтобы, да, с чего-то сдвинуться, откуда-то двинуться, вспомним или, кто не вспомнит, не знает, изучим, да, основные макроскопические параметры, которые мы будем с вами пользоваться. Значит, ну, мы уже в прошлый раз, я приводил там пример, да, изменений характеристик с температурой. То есть первое, о чем мы будем говорить, это, естественно, температура. Измеряется она в градусах, да, ну и вообще говоря, мы с вами, люди меряют ее в градусах Цельсия, обычно, или Фаренгейта, мы же с вами будем мерить ее в градусах Кельвина. Почему, станет ясно, через 10 минут. Значит, вторая величина, которую нам надо с вами определить, это давление. Это температура, давление. Давление измеряется в чем? Кто скажет? В па, в загадочных па. Кто такие эти па? Это Паскали. Да, Паскаль. Единица измерения названа в честь, собственно, ученого Блеза Паскали. Что такое эти самые Паскали, на самом деле? Что такое эти самые Паскали? Ну, нам понятнее, нам понятнее, да, вот в мире, в мире людей, в ходу, на самом деле, другие измерительные величины. Давление. Давление измеряется либо в миллиметрах ртутного столба, да, это все часто слышали, там, сегодня на улице давление 766 миллиметров ртутного столба. Или, если это какие-то баллоны, какие-то шины, какие-то эти, оно вообще измеряется в атмосферах. В атмосферах. А тут у нас Паскаль. Значит, почему величина Паскаль нам будет удобна? Потому что она носит ясный физический смысл. Очень ясный. Смотрите. По определению, по определению, если вы, вот давайте представим себе сосуд. Внутри у нас находится какое-то что-то, ну, газ, какое-то вещество. Значит, а вот тут есть поршень. И поршень этот может свободно двигаться вверх-вниз по этому сосуду. Значит, смотрите, как определяется Паскаль. Если я возьму поршень, вот я сверху, если на это посмотрю, на этот сосуд, он у меня круглый сверху. И поршень у меня тоже круглый. Так вот, если я возьму грузик, маленький грузик, массой, сейчас скажу, сколько, 100 грамм. И возьму сосуд, поршень, площадью 1 метр квадратный. Достаточно большой, как вы видите, 1 квадратный метр. Вот грузик 100 грамм я ставлю сверху на поршень площадью 1 квадратный метр. Ну, чтобы понять, что это такое за, каких он размеров, есть формула. Не знаю, знаете ли вы или нет, но если не знаете, то узнавайте. Форма для площади круга – это число Пи на квадрат его радиуса. Известная штука или нет еще пока? Ну, более-менее известная. Ну, собственно, Пи – это некоторое число. Оно – это иррациональная, да, бесконечная дробь, не периодическая. Значит, это 3,14 и так далее, так далее, так далее. Бесконечное число цифр. Обычно берут 3,14. Ну, а квадрат радиуса, это, собственно, мы берем, меряем радиус, да, возводим эту величину в квадрат и домножаем. Давайте посчитаем, какого радиуса должен быть диск, чтобы его площадь была 1 метр квадратный. Ну, если мы возьмем вот эту формулку для площади, то радиус отсюда – это площадь делить на Пи. это радиус в квадрате, да, а чтобы сделать не в квадрате, это радиус в квадрате, нужно извлечь квадратный корень из правой части. Ой, не в квадрате радиус, обычный. Значит, чего? Берем калькулятор, сейчас я возьму калькулятор, и посчитаем, какого радиуса должна быть эта штука. Значит, я беру 1, делю на Пи 3,14 и взвлекаю корень. Это примерно 0,56 метра. Ну, вот диск с радиусом полметра, то есть диск с диаметром чуть больше метра, вот такой вот поршень, вот такой. Значит, если я поставлю на такой поршень круглый грузик массой 100 грамм, он будет оказывать давление ровно 1 паскаль. Из этого утверждения мы с вами можем сделать замечательный вывод. Значит, во-первых, ну, такие выводы качественные из нашей жизни, да? Значит, давление должно зависеть от площади. Не зря же я ее дал. Правильно? Во-вторых, давление как-то зависит вот от массы грузика, который наверх поставили. То есть, от силы, с которой этот грузик, от веса тела, от веса грузика, да? От силы, с которой этот грузик поршень давит вниз. Мы его, да, поршень я пока считаю безмассовым, потому что я его массу не учитываю, только вот какой-то дополнительный грузик. Значит, с одной стороны связано с площадью, с другой стороны связано с силой, которая сверху давит. Собственно, чтобы уостановить точно характер, да, зависимости от силы и от площади, давайте себе вот что представим. Значит, зимой, по снегу, вот когда снега много выпало, да, люди, вы, может, видели где-то в кино, или в книжку читали, или сами, может быть, даже делали, люди по снегу глубокому, где слой снега большой, ходят не в ботинках, а в снегоступах, либо на лыжах. Почему? Вот, да, потому что увеличивается площадь. То есть, смотрите, вас земля притягивает вниз всегда с какой-то силой, у вас есть какой-то вес, не путайте вес с массой, да, вес тела, он в ньютонах, а масса в килограммах. Но про ньютоны мы потом будем говорить когда-нибудь. Значит, да, и если вы встанете в ботинках, то из-за того, что вас земля притягивает, а снег, он мягкий, рыхлый, да, вы сквозь снег провалитесь в ботинках. Но если вы увеличите площадь ботинок, площадь подошвы, не знаю, можете хоть там, я не знаю, просто взять вот тоже какой-нибудь, как ковер бросить и на него встать, только более-менее равномерно. Вы увеличите площадь и не провалитесь. То есть, давление уменьшается с ростом площади. Чем больше площадь, тем больше давление. При этом, естественно, если вы встанете, я не знаю, на, ну вот, еще обратный пример, это когда человек катается на коньках. Соответственно, дано, да, залитый водой каток, лед, замороженный, все. И вы, если будете ногами ходить по этому льду, ну, аккуратно, чтобы не подскользнуться, вы хоть топаете, хоть что хотите, делаете, вы на нем, ну, видимых повреждений не оставите. При этом, если вы встанете на коньки, да, на тонкие лезвия, то вы будете оставлять на этом льду царапины, будем его крошить, да, и так далее, так далее, так далее, вставлять на нем повреждения. Почему? То есть, как будто бы проваливаться через лед, потому что площадь меньше. Сила, действующая от того, что у вас земля притягивает вниз, она больше, а площадь, она такая же, как и всегда, это фиксированная для нас в данной ситуации вещь, а площадь меньше. Значит, значит, да, то есть, давление как минимум, обратно пропорционально площади. В знаменателе площадь будет стоять. Смотрите, чем площадь больше, чем число в знаменателе больше, тем основная величина будет меньше. Чем площадь меньше, тем основная величина будет больше. Ну и сила, обозначаемая в физике буковкой F, должна стоять в числителе. Да, там уже развели в чате дискуссию про иголки, это все, конечно же, это все, конечно же, верно, конечно же, это все верно. Вот. Значит, сила в числителе, площадь в знаменателе. Вот что такое Паскаль. Значит, а силу мы с вами, по-моему, уже обсуждали. Сила, это такая величина, грубо говоря, сколько, ну, мы все, как люди, на обывательском уровне это понимаем, да, но вот физически, это сила 1 ньютон, это сила, с которой, воздействуя на грузик массы 1 килограмм, вы дадите ему ускорение 1 метр на секунду в квадрате. Это 1 ньютон. Да, попутно мы пока, конечно, не проходим, это четко, но запоминаем, сила измеряется в ньютонах, которые килограмм на метр делить на секунду в квадрате. Почти как энергия. Помните, мы когда энергию с вами, энергию обсуждали, в прошлый раз мы говорили, энергия, это такая вот штука, значит, если механически чисто, то это сколько вам нужно затратить работы, чтобы сдвинуть 1 килограмм с ускорением 1 метр на секунду в квадрате на 1 метр, вот на 1 метр сдвинуть, да, а энергия, это энергия, а сила, она ведь просто 1 килограмм на метр на секунду в квадрате, просто масса на ускорение. Вот. Но это все разговоры, это все разговоры потом, потом все надо будет делать силами, пока что в этом году, наверное, это не предмет нашего обсуждения. Вот. Да, вот про спасателей написали тоже в чате абсолютно верно. Да, действительно, если кто-то провалился под лед в каком-то месте, не вздумайте подходить к этому месту ногами, ложитесь на живот, ползите, как тюлени, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Значит, ну, для нас важно на данный момент вот это. Давление в паскалях прям пропорциональной силе, обратно пропорциональной площади. И, наконец, третья величина, это объем. Объем. Измеряется объем в метрах кубических. В метрах кубических. Ну, что такое объем? Дальше, но, я думаю, говорить мы не будем, да, в случае там прямоугольника, это одна сторона на другую, на третью. Да, в случае там шара или цилиндра формулы, конечно, сложнее, но тоже, знаете, не сильно сложно. Ну, например, если будем говорить там о цилиндре, не знаю. Есть такая фигура цилиндр. Собственно, что такое объем цилиндра? Ну, смотрите, цилиндр можно представить себе, как набор очень-очень тоненьких дисков. Очень-очень тоненьких, плотную расположенных, я рисую не вплотную, но на самом деле вплотную. Вот, вплотную расположенных дисков. Площадь диска, это, как мы уже, площадь круга, это PR квадрат, и надо эту величину еще умножить на высоту этой стопочки. PR квадратаж, вот вы получили объем цилиндра. Вот, например, вот так. Вот. Вопросы по температуре, давлению и объему. есть? Если есть, пишите в чате, если нет, то двинемся дальше. Я пока это все сотру дело. Значит, теперь разговор у нас пойдет после того, как мы определили, да, в некотором роде определили базовые величины, с которыми мы будем работать, температура, давление и объем. Мы обратимся к, поскольку мы физики, да, мы обратимся к эксперименту. Но не сами будем его делать, а воспользуемся экспериментом, который был сделан задолго-задолго до нас. Это было в 18-19 веках сделано. Значит, в чем была суть эксперимента? Я три перечислю штуки, потом мы их назовем. А ньютоны и силы, ньютоны нам не нужны, силы нам не нужны при описании тепловых, тепловых явлений. Нам на самом деле нужно только давление. Почему так? Хочется ответить, потому что, ну, если у меня будет время, я постараюсь ответить на этот вопрос. Да, три эксперимента. Эксперимент первый. Значит, ученые в 17 веке, 1662 год, взяли сосуд герметичный, ну, с поршнем, опять-таки, с подвижным поршнем. Вообще, привыкайте, сосуд с подвижным поршнем, это вот то, что в термодинамике нам нужно. Как раз в описании тепловых явлений. Значит, с подвижным поршнем, мы его считаем, ну, какая-то масса у него есть, ну, нам не важно. Значит, и мы, собственно, к нему прикрутили сюда барометр. Барометр – это прибор для измерения давления. Как раз он может быть в паскалях, может быть в атмосферах, может быть в, ну, миллиметрах тут на столбах, я редко встречал. Кстати, кто-нибудь, пока я тут, пока еще мы об этом не говорили, кто знает, что-то, как измерять давление в миллиметрах штутного столба и как оно связано с паскалями? Давайте немножко, давайте немножко отличемся пока вот от этого эксперимента. Значит, смотрите, откуда вообще берется, вот мы с вами поняли, что давление – это сила на площадь, да, откуда вообще берется то, что называется атмосферным давлением. Ну, собственно, если мы представим себе планету Земля, то она вокруг окружена атмосферой, правильно? Огромным-огромным слоем воздуха. Вон, вы на самолете, когда летаете, вы на высоте 10 километров, и вы все еще в пределе атмосферы земной, то есть она гораздо больше над землей, гораздо больше, чем на 10 километров простирается. Значит, и несмотря на то, что воздух кажется, ну, он легкий, мы никогда не думали, вот я руку поднимаю свободно, да, я не чувствую тяжести воздуха, я ее не чувствую, потому что я к ней привык, как и вы. За время своей жизни, вы с момента рождения до сегодняшнего дня, вы постоянно испытываете вес воздуха на себе. То есть на самом деле на каждого человечка, стоящего на земле, сверху давит огромный, вот этот 20-километровый столб воздуха. Это, кстати, некоторое, я встречал мнение, что именно это причина то, что мы не вырастаем метров до 4-5, то есть вот расти-то можно сколько угодно, да, только потом, во-первых, земля будет быстро сильнее притягивать, во-вторых, воздух сильнее давить, и вот рост там от метра до двух, он оптимальный, мол, при земных условиях, но это так, это лирическое отступление. Значит, на каждого из нас этот столб воздуха давит, то есть что на самом деле такое? Если я посмотрю покрупнее, то воздух это набор как раз-таки молекул, правильно, есть кислород, есть водород, есть азот, есть еще куча всякого всего, малые примеси, но основное водород, кислород, азот, да, и у каждой из этих молекул, естественно, вот вы в таблице Менделеева на химии видели, у каждой из этих молекул есть масса, и каждая из этих молекул притягивает к земле. Поэтому, что? Притяжение вниз есть, размеры какие-то, площади какие-то есть, эти молекулы оказывают на нас давление на землю вниз. Вот. Да, собственно, сейчас я про цифры начну говорить, сначала так, качественно, значит, весь этот воздух давит, и это причина, кстати говоря, то, что на воздух тоже действует сила притяжения земли, это причина того, что, допустим, когда вы поднимаетесь в горы, там меньше кислорода, если высоко в горы подняться на 3 километра наверх, если вы на самолете летите на 10 километрах, там вообще почти кислород, ну, там дышать нельзя практически. Даже если вы выживете в условиях экстра-низких температур чудовищных, да, там, утеплившись порядком, то дышать там все равно нельзя. Значит, на высоте, по-моему, на высоте Эвереста концентрация кислорода составляет чуть ли не 30 или 40 процентов от того, что внизу, от количества кислорода внизу. Почему? Ну, потому что на молекулы кислорода стремятся притянуться к земле. Поэтому внизу кислорода много, а чем выше, тем кислорода и азота, и водорода, в принципе, говорят, атмосфера более разрежена. Не разряжена, как заряд, а разрежена, как редкий. На вершине Эвереста кислород есть все-таки, и дышать там можно. История знает, в том числе и русских, ну так дальше, советских восходителей, альпинистов, которые без кислорода поднимались на Эверест, дышать там можно. Другое дело, что не всякому человеку это под силу. Вот. Значит, все эти молекулы притягиваются к земле и давят на вас. В результате был поставлен такой эксперимент. Значит, был взят тазик, в тазик была налита ртуть. Значит, и в тазик был вставлен сосуд стеклянный. И в этом сосуде, собственно, как раз-таки установился некоторый уровень ртути. Почему именно такой? Почему именно такой относительно тазика? Ну, смотрите, если воздух давит сильнее на этот столбик ртути, ее будет... А вот тут мы закроем, чтобы сюда атмосфера не давила. Значит, если воздух атмосфера давит сюда сильнее, то столбик ртути поползет вниз, да, будет ртуть вытесняться обратно в таз, да, таким образом. Если давление тут будет меньше, чем тут, да, то он поползет наверх, грубо говоря. Вот это простейшая такая... Ну, это очень неаккуратное объяснение, я уверен, что вам в школах это гораздо подробнее расскажут, но, тем не менее, принцип основной такой. Давление в миллиметрах ртутного столба это именно что? Количество миллиметров, на которые поднялась ртуть от уровня, ну, от уровня тазика. И так удобно отслеживать изменение давления. в смысле, в те дни, когда оно уменьшилось, столбик поднимается, в те дни, когда оно увеличилось, столбик опускается. Вопрос, почему ртуть? Кто скажет? А, во, уже сказали, да. Значит, ртуть используется, потому что, во-первых, это металл, с водой там будут разные проблемы, вода будет испаряться, сильно испаряться, и вода хоть и плохо сжимается, но очень хорошо реагирует на температуру, да. Поэтому будут колебания просто от того, что ее солнцем напекло. А ртуть реагирует меньше. Почему не взять любой другой металл, потому что ртуть один из немногих доступных металлов, который жидкий при нормальных условиях, в смысле, в комнатной температуре и в давлениях не сильно огромных. Значит, вот таким образом, да, можно измерять давление в миллиметрах ртутного столба. Ну, а если говорить в паскалях, то атмосфера давит на нас с давлением 100 тысяч паскаль. И вот 100 тысяч паскаль это нормально, так называемое нормальное атмосферное давление. Это там вот как раз 766, по-моему, миллиметров ртутного столба. 100 тысяч паскаль. Вдумайтесь, вдумайтесь, на каждый квадратный метр вашей кожи, конечно, площадь меньше квадратного метра нас, да, сильно меньше, но тем не менее, на каждый квадратный метр земли давит груз, сколько получается? 10 тысяч килограмм. 10 тысяч килограмм на каждый квадратный метр. И мы к этому привыкли, и мы с этим живем. Более того, давление у нас внутри организма так уравновешено, да, что, ну, видите ли, если где-то давление больше, а где-то меньше, то тело будет изменяться и деформироваться. Грубо говоря, если вы, не знаю, шарик с воздухом надуете до предела и поместите, вот шарик воздушный, вы надуете прям до предела его усилий, поместите под колпак стеклянный, и будете отсюда откачивать воздух наружу, уменьшать вот тут давление, да, то он будет расширяться, расширяться и лопнет в конце концов. Правильно? Вот человек с человеческим телом так не происходит, потому что наши условия внутри, давление от крови и так далее, и так далее, и так далее, оно как раз уравновешено нормальным атмосферным давлением, потому что мы очень давно, потому что мы, ну, в принципе, как биологический вид успели приспособиться за кучу лет. Значит, да, там какой-то вопрос. Вопросы, да, конечно, пишите, я по возможности буду на них отвечать. Значит, 10, я буду писать еще про давление, 10 в пятой паскалей. 10 в пятой паскале, и это же одна атмосфера. Если в атмосферах измерять. Вот, то есть там в колесах, в шинах автомобилей давление бывает там 2 атмосферы, в баллонах газовых может быть 7 атмосфер. Вот это в 7 раз больше, да, соответственно, или в 2, или в 7 раз больше, чем нормальное давление атмосферы на квадратный метр земли. Значит, да, вопрос немножко, конечно, не связанный с нашим обсуждением, но я, наверное, отвечу. Значит, да, в чате для тех, кто не читает, поступил вопрос о том, что, да, с какой силой будет давить вода на машину, которая находится под водой. тут на самом деле так, вот по тем же принципам очень легко, очень легко высчитать, смотрите, из таких, из качественных соображений. Смотрите, если есть какое-то тело на дне водоема, то что на него давит? На него давит весь столбик воды, который выше него. Весь столбик воды. То есть, явно сюда должна зайти высота столбика воды в определение давления. Во-вторых, во-вторых, естественно, важно, тяжелые там молекулы или легкие там молекулы. Да? То есть, на самом деле, сюда еще войдет плотность воды, плотность жидкости. Ну, в данном случае, вот тут плотность воздуха, тут плотность этой воды сверху. Ну и, наконец, это должно быть пропорционально силе, с которой это все дело, это столбик воды, почему давит? Потому что он притягивается к земле. Ну, вот сюда еще войдет такая буковка «Ж», я не знаю, знаете вы ее или нет, «Ж» — так называемое ускорение свободного падения. 10 метров на секунду в квадрате. Там Галилео Галилей кидал там перья всякие с вершины башни Пизанской и так далее. Вот. Так что это называется величина гидростатического давления. Это тоже пока что не предмет нашего разговора, но когда-нибудь будет. Вот. Соответственно, ну вот можете пощать... А, естественно, не забудьте приплюсовать, что на эту воду еще сверху, а следовательно и на вас, тоже давит сверху атмосфера. П нулевое, я его называю, атмосферное давление. Так что тут на глубине будет атмосфера плюс РОЖАЖ или АЖ РОЖА, как написано. Вот. Так что, ну, смотрите, 700 метров высота столба, плотность воды 1000 грамм, да, на метр кубический, то есть 1 килограмм на метр кубический или нет. А, 1000 килограмм во, 1000 килограмм на метр кубический, правильно. Вот. Значит, да, куб из воды метр на метр на метр весит тонну. Все, это я точно помню. Значит, 1000 килограмм, да, на 700 метров, это 700 тысяч, G10, и того, это 7 миллионов, правильно? 7 миллионов паскаль. 7 миллионов паскаль, ну, посчитайте. В атмосферах это 70 атмосфер. Что-то много получилось. Сейчас. Плотность воды 1000 килограмм на метры кубические, глубина 700 метров, да на 10, да на 10. А, ну да, нет, все правильно. 7 тысяч на тысячу, 7 миллионов, 70 атмосфер. На самом деле, просто 700, я понял, почему так много получилось, потому что 700 метров, это глубина погружения под лодок, это вообще не про машины. Мы с вами максимум ныряем там метров, наверное, я не знаю, на 30 или что-то типа того, а 700 метров, это прям очень глубоко, глубина. Это не во всяком море такая глубина есть, так что это очень много. Вот. Значит, да, ну мы отвлеклись опять. Значит, по поводу этих самых, о чем я говорил, а, про воздушные шарики и про давление. Да, собственно, а, как мы выдерживаем, да, вспомнил, как мы выдерживаем 10,5 паскалей. Ну вот, ответ я уже проговорил, ответ уже прозвучал, у нас снаружи и внутри все находится в равновесии, то есть 10,5 паскалей снаружи и изнутри столько же. Если больше, то у нас бы, как воздушный шарик, раздувало бы наружу, а если меньше, то у нас бы скукоживало. Ну, это, конечно, сложно представить, но, тем не менее, если заменить человека, скажем так, давайте, как физики, мыслить в моделях. Итак, представим, что человек – это воздушный шарик. тогда его будет в зависимости от давления распирать или скукоживать. Вот, значит, с давлением разобрались. Теперь все-таки вернемся к эксперименту, который я хотел описать. Взяли поршень подвижный, взяли сосуд и начали… Смотрите, если о чем вообще эксперимент. Если я очень быстро этот поршень начну опускать или подымать, то у меня изменится что? У меня изменится давление, у меня изменится объем, правильно? Газа под поршнем объем уменьшится, давление возрастет и что-то еще произойдет с температурой. Температура тоже секретная. Ну, мы пока этого явно не можем понять, но температура, я вам так говорю, возрастет. Значит, это можно качественно понять, допустим, на примере, знаете, есть эти аэрозоли, освежители воздуха. Так вот, вы если очень долго будете жать на кнопочку, у вас баллон в руках охладится. Почему? Вы объем газа внутри постоянный, вы уменьшаете давление, правильно, выпуская лишний газ, и у вас температура падает. Если долго нажимать на кнопочку выпускания аэрозоля из баллончика, на нем даже конденсат выпадет, вода, лишний пар из воздуха, потому что он охладится. На этом, кстати, построено очень много охлаждающих всяких приблудов, всяких приборов. Ну вот, значит, мы же давайте в этом эксперименте будем опускать медленно, 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 миллиметр в час. Почему? Чтобы температура не изменялась. То есть, она там изменится на сотую градуса, но из-за того, что вокруг, там, 22 градуса, вокруг считаем какую-нибудь комнатную температуру в Цельсиях, градусов Цельсия, 22, допустим, то мы считаем, что вот оно на долю градуса там изменилось и сразу же пришло в тепловое равновесие с комнатой, ну то есть нагрелось до температуры комнаты или охладелось до температуры комнаты. Мы подождали, еще подвинули, оно снова чуть-чуть изменилось, мы снова подождали, пока оно снова стало комнатной температурой. Вот, то есть, мы будем медленно менять, медленно двигать поршень вверх-вниз. Манометром следим, да, за давлением, ну а объем можно высчитывать, зная положение поршня. Правильно? Тут рисочки какие-нибудь нарисовать, ну и объем считать, как объем цилиндра. Вот. Оказывается, эмпирически проверено, что в таком медленном процессе произведение, давление меняется, объем меняется, но их произведение остается константой. Конст, да, не пугайтесь, это слово конст, сокращенно от константа, постоянное. Константа, это постоянное. Так и переводится. Значит, произведение давления на объем величина в таком медленном процессе при постоянной температуре. Вот если температура, давайте я это вот так, если температура постоянно, то P умножить на V тоже постоянно, давление на объем. Это, это, собственно, сделали французские ученые, английский и французский, почти там сразу же. Значит, и этот закон экспериментальный называется закон Бойля-Мариотта. Бойля-Мариотта. Бойль это англичанин, Мариотт это француз. Два человека, аккуратней. Это два разных человека, которые независимо открыли вот этот закон. Значит, второй экспериментальный закон, о котором мы будем говорить. Мы берем тот же цилиндр с поршнем. Только теперь мы на него не давим. Вот тут мы на него давили, да, мы сверху, мы его там перемещали вверх, потом тащили вниз, ну, то есть мы на него оказывали воздействие. А тут мы на него не давим, он свободно может ходить по сосуду опять-таки вверх-вниз, и мы его ставим на газовую горелочку, мы его греем. Да, внутри под поршнем какой-то известный газ, известный, ну, например, азот. Значит, давление оставляем постоянным, сверху давит, то есть только атмосфера. Тут сверху давила атмосфера и мы, а тут только атмосфера, то есть оно постоянное. При постоянном давлении, объем газа, объем мы опять считаем по рисочкам, зависит от температуры линейно. Я напишу вот так. Объем пропорционален температуре. Это мы уже обсуждали, в частности, да, с пароваркой, с чем-то там таким. Вы можете проверить, собственно, у кого есть цилиндр с подвижным поршнем, налейте туда водичку и начните ее греть. Цилиндр поползет наверх. Объем будет увеличиваться. А если вы будете охлаждать, то объем будет уменьшаться. этот закон был установлен уже в начале 19 века французским физиком Гей-Люссаком. И этот закон называется закон Гей-Люссак. Собственно, тут было при постоянной температуре ПНВ константа, тут при постоянном объеме, при постоянном давлении, извините, объем пропорционален температуре. Ну и третий закон вы догадываетесь, какой? Да, молекулы воды при замерзании расширяются, но с молекулами воды там отдельная история. Это я пишу для газа. Для какого-то обычного человеческого газа. Мы потом с вами будем говорить, что такое идеальный газ. Я пишу это для идеального газа. Для воздуха это в каких-то пределах температур, давлений и объемов тоже работает, вот если воздух. В воды аномальная, абсолютно кристаллическая структура льда на самом деле. Поэтому воду здесь в пример приводить нельзя. Она действительно при замерзании расширяется в отличие от многих других веществ. здесь газ. Значит, и третий закон. Я беру тот же цилиндр, только теперь фиксирую поршень, тем самым фиксируя объем. и сюда кладу барометр, ставлю. И также на газовую горелочку. Так вот, при постоянном объеме сами догадаетесь, что происходит. Что происходит, что я хочу написать при постоянном объеме? Товарищи, ну ладно, не буду тут долго ждать. Значит, давление газа, измеряемое барометром, прямо пропорционально температуре. Чем больше я нагрею, тем больше будет давления. Тут прямо напрямую эксперимент с пароваркой подходит. то есть, если температура растет газа, то давление будет расти. Если температура падает, то и давление будет падать. Собственно, зимой давление меньше, летом. Почему? Вот почему это вопрос нашего следующего занятия, на самом деле. А сегодня нам главное с вами установить. Смотрите, я могу порисовать графики этих процессов, давление и объем в зависимости от температуры. Давайте я все три процесса нарисую. давление и объем в зависимости от температуры. Для всех трех буду рисовать. Да, третий закон называется законом Шарля. Это чисто экспериментальные факты пока что, никак для нас необъяснимые. Вот это заметили, а объяснить это, это наша с вами работа. Значит, для бойли Мариотто его буду рисовать зелененьким. Смотрите, при температуре константа, да, давайте я еще нарисую третий график давления от температуры, ой, давления от объема. То есть давление от температуры, объем от температуры, давление от объема. Вот на трех вот таких графиках буду рисовать, что здесь происходит. Значит, если температура константа, то тут я просто могу нарисовать вот так. Правильно? Вот, температура не меняется, давление может меняться вверх и вниз. Здесь я тоже могу нарисовать вот так, для первого закона. Температура константа, объем меняется вверх и вниз может меняться. А вот здесь, смотрите, P умножить на V равно будет изображаться вот таким вот графиком. Сейчас я его правильно нарисую. Вот такой кривой. То есть, чем меньше, смотрите, чем меньше объем, тем больше давление. Чем больше объем, тем меньше давление. Это кривая, если кому-то интересно, гипербола. Не знаю, проходили, не проходили еще, но в этом году точно будете. красненьким буду рисовать закон Геолюссака. Значит, смотрите, если давление константа, то я могу нарисовать вот так. Здесь я тоже, поскольку давление константа, могу нарисовать его вот так. А вот объем меняется от температуры линейно. Я могу нарисовать вот так, прямую линию. Это закон Геолюссака. Объем линейн по температуре. Ну и наконец, закон Шарля. V константа я могу нарисовать его как-то вот так. На этом графике V константа я могу нарисовать вот так, давление меняется как хочет. Правильно? А вот здесь я нарисую вот так. Давление пропорционально температуре. Прямая линия. Ну и закуска. Вопрос на следующее занятие. вот из этих прямых, косых прямых, которые я нарисовал, это собственно закон Геолюссака, расширение газа при нагревании. Это закон Шарля увеличения давления газа при нагревании, уменьшения давления при охлаждении. Если я мысленно, это у меня температура по Цельсиям, по Цельсию, по Цельсию, объем метров кубических, давление Паскаля. Если я мысленно продлю эту прямую дальше, в какой-то момент она пересечет горизонтальную ось. С этой тоже самое. Я мысленно продлю ее дальше, и она где-то пересечет горизонтальную ось. Согласно нашим с вами построениям на графиках, существует некоторая температура, отрицательная по Цельсию, при которой у газа будет нулевое давление или нулевой объем. Объем ноль, он не будет занимать место вообще. Представляете, какая гадость? что это значит? Что это вообще может значить? Что это за температура, при которой газ будет иметь нулевое давление, ладно, еще как-нибудь представим, нулевой объем, это какая-то гадость несусветная. Значит, эта температура называется абсолютным нулем по Кельвину, минус 273 градуса по Цельсию, абсолютно ноль, и при этой температуре, наверное, действительно все так и произойдет. Но этой температуры невозможно достичь. Вот. На этом интригующем моменте я на сегодня закончу с вашего позволения, и в следующий раз мы еще поговорим про том, почему нельзя достичь, и что там на самом деле будет происходить. Все, спасибо вам за занятие, и до следующей недели. Продолжение следует...